В 2021 году компании Imperva и Barracuda Networks представили исследования, в которых указали, что больше половины трафика в интернете сгенерировано ботами. Из них 39% вредоносные, а 25% полезные и фильтрующие спам. И получается, что всего лишь 36% трафика генерируют реальные люди. Вредоносные боты зачастую используют для организации DDoS-атак, скраппинга, сбора и системизации общедоступной информации, а также в качестве прокси-серверов. Эксперты отмечают рост трафика, генерируемого ботами. Одной из категорий, которую стоит опасаться, являются обучаемые боты, то есть нейросети. Сегодня в открытом доступе можно обнаружить сотни скриптов, которые позволяют настроить искусственный интеллект так, чтобы он отвечал вам нужным образом. Таким образом образовалось огромное количество чат-ботов, с которыми можно пообщаться, когда тебе одиноко. Они могут быть как абсолютно анонимными машинами, так и якобы девушками, заинтересованными в близком общении. Но злоумышники обычно используют такие технологии куда в более корыстных целях. Некоторые компании начали предоставлять услуги для набора трафика с целью улучшения репутационных вопросов. Вместо банального удаления нежелательных комментариев, вы можете заказать любые отзывы, которые перекроют негативные или же просто нагонят вам дополнительного, в том числе и живого, трафика. При таких обстоятельствах, в принципе, сложно отличить ложь от правды. Ведь распознать принципы работы таких ботов не совсем легко. В сегодняшнем видео мы разберем, как работают спам-боты. Разберем несколько последних популярных и не очень кейсов, в которых была обнаружена накрутка комментариев. Узнаем, какие услуги в данной сфере можно заказать. Помимо реального самого организовать бот-ферму, влияет на ход дискуссии увеличения трафика. Мы не будем обжевывать старый материал, касаемый кремлеботства, а постараемся изучить все новые технологии данной сферы, в том числе с участием нейросетей. А также проведем эксперимент. Я сделаю два заказа и сравню качество комментариев от реальных людей и искусственного интеллекта, выбрав в качестве жертвы свои видеоролики. Приятного просмотра. В интернете существуют различные типы комментариев, обычно отзывы с благодарностью и специально спровоцированные дискуссии и споры. Некоторые люди любят зависать в социальных сетях и доказывать свою правоту под каждым постом, а ведь это время можно использовать с пользой. Например, вам очень хочется создать свой сайт или приложение, но не хватает времени изучать программирование. Это не проблема, для вас все уже придумано, есть готовые ноу-код решения. Просто соберите их, как ребенок собирает лего и вот у вас уже свой стартап. С дизайном фотографии то же самое, вам не понадобится фотошоп. Есть куча приложений, с помощью которых в два клика убирается фон, улучшается качество фотографии, делают самокапы. Такие полезные приложения и сервиса собирает автор телеграм-канала Command. Хотите скачать нужные вам картинки с фотостоков без ватермарков и менять фон за два клика, или вы не готовы смириться с отключением дизлайков и хотите вернуть все обратное? Проще простого. На канале вас научат тому, как быстро почистить все мусорные скриншоты из галереи. Вы найдете лучший для себя онлайн-конструктор схемы, научитесь собирать андроид-приложения без года. Вам нужно нарисовать что-либо, не проблема, ведь не растет, сделает это за несколько секунд. А для учебы вы найдете лучшие альтернативы приложению PowerPoint, с помощью которых можно делать крутые презентации. Важно, что автор собирает в основном малоизвестные сервисы и приложения. О них вам не расскажут популярные ютуберы и владельцы других каналов. Тем ценнее именно этот канал. Ссылку на телеграм-канал Command я оставлю внизу в описании под видео. Скорее всего, вы слышали главную новость с последнего месяца в сфере IT-индустрии. У холдинга ВК теперь будет новый управляющий, Владимир Кириенко. По случаю этого инфоповода, портал T-Journal опубликовал статью и рассказал Владимире, который является бывшим вице-президентом Ростелекома. Сразу после публикации статьи в комментариях к ней появились сотни записей с похвалой в адрес нового гендиректора ВК. Все они были написаны пользователями недавно зарегистрированных аккаунтов. Естественно, портал обратил на это внимание и предоставил точные характеристики сомнительных аккаунтов. Каждый профиль появлялся на ТЖ только 3 декабря, в день публикации статьи. Все аккаунты, зарегистрированные через Твиттер, содержат почту на доменах ВК. А также 90% этих профилей пересекались по IP-адресам. Все накрученные комментарии впоследствии были удалены. Но сам факт такого набега показывает нам, что подобные заказы на фейковые комментарии имеют место быть уже не только в сферах внешней политики. В политической же сфере есть так называемая фабрика троллей. Ее существование подтверждается множеством источников. По состоянию на 2015 год зарплата фабрики троллей составляла 30 тысяч рублей для копирайтера, 40-50 тысяч для простого комментатора, 60 тысяч для знающих иностранные языки. Не сложно догадаться, что на текущий момент зарплаты на подобную деятельность могут быть куда выше. Фабрика при помощи работников с огромным количеством аккаунтов и автоматизированных рассылок заполонили все существующие социальные сети. Поэтому сейчас каждый комментарий под статьями на острые темы подвергается сомнению. Естественно, бывают и частные заказы. Например, совсем недавно я и сам с этим столкнулся. На моем канале вышел довольно резонансный ролик про баллы пятерочки, после публикации которого мне сразу же посыпались угрозы в любых открытых источниках. На ролик был совершен набег со стороны администраторов-продавцов нелегальными баллами, сначала с призывами о дизлайках и жалобах, а позже в комментариях и вовсе началась сомнительная активность. Мне стали приходить десятки, а то и сотни повторяющихся текстов. Комментарии, которые написаны по одной и той же методичке. Изучив большинство из них, стало понятно, что они написаны с абсолютно пустых аккаунтов, которые вовсе никогда их не писали и не были подписаны на канал. Цель набега была дискредитация моего мнения в самом ролике, чтобы любой сомневающийся юзер, заглянув в комментарии, мог продолжать скупать черные баллы, тем самым набивая кошелек горе-продавцам. И подобных примеров на сегодняшний день довольно много. Но мне стало интересно разобраться в этой технологии. Как это вообще работает? Возможно ли запустить собственную ботоферму? И реально ли генерировать сообщения и срач при помощи нейросетей? Я хочу провести небольшой эксперимент и заставить ботов писать мне нужные мне комментарии. Заодно сравним, какой из двух возможных вариантов более эффективен, человеческий ресурс или же искусственный интеллект. Давайте узнаем, на что лучше отреагируют алгоритмы различных соцсетей и сам ютуб. Чтобы найти исполнителей, которые предоставят нам ботов, далеко ходить не надо. Существует сотни ресурсов, которые готовы, так сказать, улучшить нашу репутацию. Об этом открытым текстом сообщают сразу в описании каждой услуги. Мы можем сами использовать купленный аккаунт и вживую заниматься троллингом в различных телеграм-каналах и прочих соцсетях. Но мне важен автоматизированный процесс. Тем более, у меня навряд ли получится написать сотни уникальных комментариев вручную. Помимо этого, я знаю, как чувствительно относятся люди к политическим темам. И порой даже пары слов достаточно, чтобы под постом разгорелся бесконечный спор о том, кто прав, а кто виноват. Я создам заказ на комментарии под моими недавними роликами. Самые удачные из них я могу также искусственно поднять в топ при помощи накрученных лайков. Я буду тестировать сразу несколько площадок. Цены за комментарии примерно одинаковые, по рублю за штуку. Комментарии, составленные на основе технического задания, стоят уже 3-4 рубля за штуку. Чтобы мне и вам было удобно разделять полученный результат, я настрою комментарии на два своих ролика. От бота с нейросетью на ролик пора удалять дискорд и от реальных людей накупил баллы пятерочки. Задача будет одна и та же. Необходимо написать негативный или же спорный комментарий. Формируем ТЗ для обоих вариантов. Написать спорный комментарий в духе «это все, американцы виноваты», внести деструктив и обвинить авторов продажности. Для нейросети принцип будет следующий. Уже готовый алгоритм по формированию текста, я добавлю небольшую затравку о теме ролика в негативном ключе, чтобы сеть продолжила за меня генерировать как можно больше комментариев. Можно сказать, что этот метод больше подойдет для набива трафика, а не для деструктива. При использовании нейросети я могу заставить ее общаться с самой собой, формируя при этом целый диалог, который будет развиваться в комментариях. Все готово. Вносим оплату и наши сотни заказов приняты, теперь нам остается подождать пару часов. Комментарии летят, так что самое время проверить, все ли идет по плану. Заглянем под ролик про Дискорд. Вот наши комментарии. «Это опасно, последствия могут быть трагическими. Включите вашу домашнюю защиту. Выдернуть и уничтожить. Срочно!» Андрей и Олег рассмеялись. «Фейсбук вышел на охоту, сеть недоступна». При чем здесь фейсбук? Да уж, некоторые варианты получились очень абстрактными. Тем не менее, профиль нашей нейронки выглядит вполне себе достоверным. Разные типы никнеймов и имен, наличие разных аватарок. Может быть, в процессе общения друг с другом результат будет лучше. Дополним этот вариант и вернемся сюда, когда все будет готово. Теперь посмотрим, как обстоят дела с выполнением ТЗ у реальных людей. Отправляемся под ролик баллы пятерочки. Здесь разогрелся целый шквал классических комментариев. Но теперь из-за газдепа не будет скидок. Александр, вам заплатили из США? Признавайтесь. Зачем так палиться? Очевидно, что это заказ западных коллег. США заказали этот ролик. Вот тебе и план Далласа. Все для того, чтобы россияне не могли получить выгоды. Эти и остальные комментарии вышли куда более значительными, чем нам пока показывает нейросеть. Но, видимо, исполнитель очень дословно понял наше ТЗ с причастностью США к моему ролику. Поэтому я также доработаю описание, чтобы понять, получаются ли у нас максимально правдоподобные комментарии. Кстати, как я уже говорил, на самые интересные из них я закажу накрутку лайков, чтобы проверить, появятся ли эти комментарии в топах ролика. Тем временем, наша нейросеть продолжает общаться сама с собой, набивая трафик. Получилось ли исправить недочеты и вышел ли у нас живой диалог. Предупреждаю, разговор вышел очень абстрактным. Как он появился в нашем обществе? Почему он так оказывается? Почему он туда возвращается? И зачем? Первое, что приходит в голову, от жадности. Когда попавших в область дискорда мучительно и жестоко тянет назад в реальность. Такое ощущение, что именно дискорд изначально контролирует поведение человека, приводя его к провалу в никуда. К сожалению же вызывает мысль, что без дискорда остается мир, к которому он привязан. А с дискордом мир, к которому он уже никогда не сможет вернуться. Лучше не думать об этом. Лучше просто наслаждаться забытым миром. Упорно работать, презирать все подряд, быть самым молодым, умным и безжалостным. Ничего больше не нужно. В возрасте 30 лет ты становишься частью города. Становишься паразитом, потому что на тебя обращены все взгляды. Комментарий от реального человека. Че? Немного неожиданный результат, согласитесь. Я решил посмотреть в исходнике генерируемого текста, чтобы узнать и уточнить некоторые моменты в повествовании. Перед вами полная версия диалога, которая генерируется автоматически каждые 5-10 секунд. Но как вы можете заметить, текст ушел дальше дискорда. И уже на мое уточнение, так что в итоге с дискордом, сеть продолжила писать довольно философские, экзистенциальные тексты. Но разве он сможет принять все это? Этот мир? В себе? В общем, все пришло к вопросам о жизни и смерти. Опыт интересный, но он навряд ли как-либо вяжется с той задачей, которой мы добивались изначально. Комментарии же от реальных людей после некоторых правок стали уже больше походить на негативные. И тем самым понижаемый авторитет и значение самого ролика. Автора купили, продажник. Красивый мальчик, но башка не варят у него в нужное время. И денежки заплатили. Купили за пшик. Автор продался. Продался за членство в Совете Безопасности. Следовало ожидать. Вот так дешевка. По крайней мере, теперь мы знаем, что при наличии довольно небольших денежных средств, практически у каждого человека есть возможность купить кучу негативных или же просто методических комментариев. В процессе этого эксперимента на данный момент YouTube пропустил все заказные комментарии, в отличие от ситуации с набегом от админов нелегальных баллов. Тогда у меня пропало более сотни сообщений. По итогу, суммарно я потратил менее 1000 рублей на оба варианта комментариев и накрутку лайков. Анализируя метод с нейросетью, можно сказать, что технологиям есть куда стремиться. Но все мы знаем, как быстро они развиваются, и я уверен, что вскоре нас ожидает уже новая фабрика троллей, которая будет существовать только за счет искусственного интеллекта и заложенных в нее скриптов и алгоритмов. Как показывают исследования, чат-боты и другие нейросети с функциями общения обучаются именно подобным образом. Но встречали ли вы похожие идеологи? Лично я – нет. Но, возможно, такая практика уже существует в нашей действительности, только реализовывается с помощью крупных вложений. Чтобы побороться с такой системой, также потребуется куча ресурсов, но кто возьмется этим заниматься? Пока я готовился к ролику, я нашел только лишь один скрипт по определению Кремлебота в комментариях, но даже он не обновляется уже более года. А за такой период времени база аккаунтов уже давно обновилась. Поэтому нам лишь остается надеяться на системы безопасности наших любимых площадок, которые будут сразу выявлять искусственные сообщения. Кстати, если вы до сих пор по какой-то причине не в мире криптовалют, то обязательно переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на криптовалютной бирже Эксман. Ой, к чему это я? Все дополнительные материалы по теме ролика я выложу в своем телеграм-канале, как обычно. Переходите, подписывайтесь, там же мои мысли, дополнительные всякие интересные источники и обсуждения. Ссылочка в описании. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравился этот ролик. Также спуститесь, пожалуйста, вниз в комментарии, чтобы оставить свой максимально кремлеботский комментарий. Самый интересный подобный комментарий закрепим в топе. Давайте устроим небольшой конкурс. А с вами был Саня Харчевиков, всем спасибо еще раз за просмотр. До встречи в следующем видео, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!